7 мая в нашей стране традиционно отмечается День радио. Этот профессиональный праздник имеет отношение ко всем, кто выбрал делом своей жизни отрасль связи. Вряд ли 124 года назад известный российский физик Александр Попов предполагал, что его изобретение – радиоприемник – станет основой развития различных каналов связи. Коммуникационные технологии совершили во времени такой огромный скачок, что их присутствие в нашей жизни уже никого не удивляет. Сеть многофункциональных центров по всей республике, электронные услуги, мобильные устройства – это наша повседневность. Сегодня в Национальной библиотеке состоялся форум информационной технологии на службе общества, бизнеса и власти. Его участники – специалисты отрасли связи. Как всегда, говорили о достижениях, прорывных проектах, проблемах, которые надо решать, и, конечно, о перспективах. Основной задачей по этому году мы ставим для себя – это развитие территории вещания Национального радио Чуваши и, соответственно, ТАОН-радио. Уже в ближайшее время наши радиостанции будут вещать в каждой точке Чувашской республики. И второй момент – это, прежде всего, связано уже с айтишниками, это развитие сетей связи на всей территории Чувашской республики. С гордостью можно сказать о том, что проект по устранению цифрового неравенства у нас набирает больше оборота. И уже к концу этого года будет создана практически по всей территории Чувашской республики инфраструктура системы связи, которая позволит иметь доступ к хорошему интернету, широполосному интернету практически для каждого жителя Чувашской республики, вне зависимости от места его проживания. И третий большой момент – это отказ от технологий, которые нам изначально всегда навязывались с зарубежными интернет-компаниями, и переход на использование отечественных платформ.